Добрый день! В эфире программа «5 фактов». Сегодня мы поговорим о «желтой угрозе», как называют в США обеспокоенной стройствующей мощью Китая. Именно Америка уверяет всех в особенности России, что наш ближайший сосед строит коварный план по завоеванию Российской Федерации. Если вы до сих пор верите, что Китай много столетий просто ждет удобного случая напасть на нас, мы подготовили пять фактов, которые заставят еще раз подумать, а зачем? Если Китаю так необходима новая территория, зачем ей Россия? Когда под боком есть Монголия, в этой стране много незаселенных территорий, а ядерного оружия в Монголии нет. Армия – одно название, около 10 тысяч человек. Эксперты полагают, что китайские нелегальные мигранты на российском Дальнем Востоке – лишь один из факторов миграционной проблемы в целом. Так что начинать войну с нами из-за земли Китай не станет. У них самих еще достаточно неосвоенных территорий. Или же Китай претендует на природные ресурсы. Тоже странно. Россия никогда не отказывала Китаю в сотрудничестве по добыче, переработке и транспортировке ресурсов. Зачем воевать с Россией за то, что мы готовы отдать по дружбе? Ведь купить для Китая будет гораздо дешевле, чем начинать крупномасштабную войну. Экономическая экспансия Китая – это свойство большой державы. Но нанести вред другой сильной стране она не может. Да, экономическая политика Китая может представлять угрозу, но только слабому государству. В свою очередь, опасно ли это для России? Стоит помнить и уроки истории. Между Россией и Китаем никогда не было геополитического противостояния и больших кровавых войн, подобных наполеоновскому нашествию или двум последним мировым войнам. На протяжении столетия мы отражали нашествия в основном с Запада, а во Второй мировой войне Китай сражался с японскими захватчиками, вступившими в гитлеровскую коалицию. Если бы не Китай, Советскому Союзу пришлось бы воевать на два фронта. После развала СССР Борис Ельцин неминуемо шел к развалу и Российской Федерации. Он запустил парад суверенитетов и удивительно, что одумался, когда начались чеченские события. Чтобы развалить Российскую Федерацию в то время не понадобилось бы много сил, только небольшой толчок, и к Китаю могли отойти огромные территории, отколовшиеся от России. Но нет, Китай даже не попытался установить выгодные ему режимы в слабых новорожденных странах СНГ, хотя и усиливал свое влияние в Азии. Однако не провоцировал антироссийские настроения, не втягивал другие государства в военно-политические союзы против нас. В самой России Китай не пытался навязывать свою модель политического устройства, не стремился формировать прокитайскую элиту в Москве, не проводил политику, направленную на подчинение и не бойкотировал международные экономические инициативы России. Шанс взять нашу страну еще тепленькой у Китая был, и был недавно. Все это говорит о безосновательности страхов, тем более сейчас, когда мы больше не слабое государство формата 90-х. В свое время Иосиф Сталин не пошел на сближение с Китаем. Почему? Он понимал, что союз с Китаем – это реальная угроза Западу. Если крысу загнать в угол, она начинает нападать. Сближение с Китаем могло обострить агрессивность Запада в разы. Но страх еще большего союзничества между Россией и Китаем до сих пор пугает американцев. И о желтой угрозе в основном говорят на Западе. Почему они так беспокоятся за нас? И за нас ли? Если Китай потребует у штатов вернуть все долги золотом, США разорятся. Потому срединная земля может давить на Америку. Стравить между собой своих врагов – вот главная стратегия Белого дома. Потому пятая колонна внутри России трубит о китайском нашествии, агрессии и угрозе. Тайвань – это самая острая и болезненная территориальная проблема КНР. Тайвань стал государством после гражданской войны, проигранной правительством Гоминьдана армии Мао Цзэдуна. Бежавший туда Чан Кайши рассматривал остров как временное пристанище китайских антикоммунистов, которые обязательно в будущем вернут себе весь Китай в границах 1911 года. Однако, сбыться этому было уже не суждено. Но что мешает сейчас китайцам с двух берегов Тайваньского пролива договориться между собой и слиться в едином государстве, о котором говорят как о большом Китае. Но на пути воссоединения Поднебесной стоит вовсе не Россия, а США, который политически контролирует Тайвань. А опасения штатов перед Союзом России и Китая указывает нам единственно верный путь. Китайская мудрость гласит, если долго сидеть на берегу реки, то течение само вынесет труп твоего врага. Видимо, ей и пользуются китайские руководители в своей политике. Усиливая влияние по всему миру, Поднебесная редко идет на открытое столкновение. Нам же надо видеть в Китае стратегического партнера и быть достаточно сильным государством, с которым дружба и сотрудничество будут взаимовыгодными. Создать миф о желтой угрозе и натравить двух своих геополитических соперников друг на друга вполне в духе США. Но никогда не стоит забывать, что против мифов есть одно оружие – факты. С вами была программа «Пять фактов». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok